Добрый день, уважаемые коллеги! У меня такой достаточно практичный доклад, презентация. Очень она близка и адаптирована к нашей повседневной жизни. Тему мы выбрали, на мой взгляд, очень острую, актуальную, хотя мы общаемся давно и часто среди наших коллег. И когда я спрашиваю, есть ли у вас пациенты с осложнением как лимфодема, лимфодема, отек верхней руки, они говорят, нет, нет, у нас очень мало, но мы их видим, они к нам приходят, но у нас нет, поэтому считается, что это не очень актуальная тема и она не имеет отношения к хирургическому аспекту лечения рака молочной железы. На самом деле это не так, и поэтому мой доклад называется «Вторичная лимфодема. Борьба за качество жизни». Насколько актуально этот вопрос? Для того, чтобы сделать акцент ваш, в конце сентября в Барселоне прошел 26-й мировой конгресс лимфологов, который собрал более 400 участников и 60 спикеров со всего мира. Весь мир говорит о этой проблеме, все об этом говорят, а у нас как бы все тихо. Хочу начать с конкретного клинического случая. Поступила пациентка 60 лет с основным диагнозом рак левой молочной железы ПТ2Н1М0 после комплексного лечения в 2003 году, клиническая группа 2, осложнение «Вторичная лимфодема 2-й байстадии». Пациентка в 2003 году перенесла радикальную мастектомию по модену слева, после этого она получила курс одевантной полиохимиотерапии, лучевую терапию, все находилось в процессе гормонотерапии, все было вроде бы как ничего. Но с 2011 года, то есть 6 лет назад у нее началась увеличиваться окружность верхней левой конечности руки и отек прогрессивно нарастал на фоне постоянной консервативной терапии. То есть в течение 6 лет эта женщина ежегодно, ежедневно занималась лечением вот этой вот проблемы. Это постоянные бандажи, компрессионное белье, лимфодренажи, какие-то процедуры, физиопроцедуры. И когда она была у нас на консультации и говорила о всех этих своих сложностях, что она в течение этих 6 лет не живет, а просто существует, то я подумал, что у нее жизни нет, она не живет, она существует. И я себя примерно вот так почувствовал, потому что помочь мы ей не можем, вокруг вроде бы у всех все хорошо, а проблема не решается. И поэтому я начал искать, что в литературе по этой проблеме пишется. И по запросу хирургическое лечение лимфодемы, вот наша национальная библиотека Вернадского, ответов получается у нас ноль. Где тут? Вот, не знаю, где на ответов. В Украине, на украинском. А вот я здесь обратился и получил наши журналы PRS и PubMed, то здесь люди получаются уже 13,5 тысяч публикаций, здесь 8,5 тысяч публикаций. То есть люди как бы об этом говорят, пишут и что-то ищут. И, наверное, у них что-то получается. Вот, надо отдать должное этому человеку. Это додрюк Николай Федорович, который в конце 80-х годов, 90-х годах, может быть и сейчас занимался решением этой проблемы в институте Шалимова. Вот, но его публикации я, честно говоря, не нашел. Вот, поэтому я понял, что нам не хватает знаний, нам не хватает навыков, нам не хватает технологий. И нам нужен человек, который имеет в этом вопросе большой клинический опыт и может поделиться и рассказать, как, собственно, решать эту проблему. Вот, и мы нашли этого человека. Им оказался Жаума Масси, это профессор из Испании, из Барселоны. Он является председателем ассоциации пластических и реконструктивных хирургов в Каталонии. Он является шефом департамента пластической и реконструктивной хирургии двух крупных госпиталей в Барселоне, госпиталь Сан-Пао и госпиталь Дель Мар. Этот человек является организатором ежегодного конференции по лечению рака молочной железы в Барселоне «Брестмитинг». Он в этом году был президентом 26-го мирового конгресса лимфологов. Он является шефом научного исследовательского департамента госпиталя Сан-Пао Барселона и возглавляет Европейскую школу реконструктивной микрохирургии. То есть это достаточно компетентный человек, который занимается в течение последних десяти лет решением этой проблемы. Он написал не одну книгу как монографии, в соавторстве с другими хирургами. И поэтому мы решили объединить усилия между нашей клиникой «Гарвис», которая находится в Днепропетровске, госпиталем Сан-Пао Барселона и Днепропетровским онкологическим диспансером. В лице наших лидеров это профессор доктор медицинских наук Березницкий Яков Соломонович, профессор Масия и главный врач Днепропетровского онкологического диспансера, заслуженный врач Украины Ольга Ивановна Балашова. Мы объединились вокруг поиска решения вот этой проблемы. Несколько слов о том, что мы узнали. Что такое вторичная лимфодема? Брест-канцер-релейтед лимфодема – это значит, что это осложнение вызвано лечением рака молочной железы. Это может быть хирургическое лечение, лучевая терапия, комплексное лечение. Так вот, это хроническое прогрессивное состояние, которое является результатом нарушения транспорта лимфы по лимфатической системе и сопровождается накоплением жидкости и богатых белков в межклеточном пространстве в результате дисбаланса между образованием и транспортом лимфы. Это ядрогенное осложнение, связанное с лечением рака молочной железы, является частым и изнурительным осложнением, которое ухудшает качество жизни пациента. Результат недавних исследований показывает, что данное осложнение развивается у 30% женщин, которые находятся в процессе лечения рака молочной железы. Это не обязательно те женщины, которые ходят с большими руками. Это уже окончательная стадия, которую мы видим. То есть лимфодема, она может проявляться абсолютно бессимптомно. Сейчас дальше я скажу об этом. Поэтому схематически это выглядит так. Вот нормально функционирующий лимфатический проток, который собирает лимфу и ее выводит. А вот есть нарушение целостности этого протока. Соответственно, лимфа накапливается в межклеточном пространстве, происходит активация фибробластов и пролиферация адипоцитов, то есть накопление жировой ткани. Поэтому схематично патогенез выглядит следующим образом. Нормальное соотношение подкожно-жировой клетчатки. При появлении и возникновении лимфодемы происходит склерозация лимфатических протоков и накопление лимфы в межклеточном пространстве. И когда это уже переходит в хроническую стадию, то полное нарушение проходимости лимфы по лимфатическим протокам с нарастанием подкожно-жировой клетчатки, уже с изменением в дерме и всеми вытекающими последствиями. В 2013 году международное сообщество лимфологов своим консенсусом определило клиническую классификацию вторичной лимфодемы у пациентов с раком молочной железы, которая выделяет латентную стадию. Это субклиническая, на которой происходит дисбаланс транспорта лимфы на клеточном уровне, но нет никаких клинических проявлений. Стадия 1 – это появление отека верхней конечности, который проходит самостоятельно при возвышенном положении руки. То есть как только пациентка поднимает и подержит некоторое время руку в возвышенном положении, отек уходит или становится меньше. Клинический стойкий отек. Вторая стадия – это когда отек не меняется под воздействием любой консервативной терапии, либо же изменения положения тела. То есть чтобы не делала женщина, отек не проходит. И третья стадия – или фантиаз, или слоновость. Ну это уже вот те руки, которые вы видите, которых очень мало, но на самом деле их очень много. Немного кратко очень анатомия лимфатической системы молочной железы и подмышечной области. То есть она делится на поверхностную и глубокую, состоит из преколлекторов поверхностных и глубоких лимфатических узлов и лимфатических протоков. Вот это фотографии из трупов, в которых контрастируется лимфатическая система. Вот вы видите молочная железа, вот подмышечные лимфоузлы и вот глубокие лимфатические протоки. Вот здесь поверхностные лимфатические протоки. Внутригрудные, да, внутригрудные лимфатические протоки и узлы. Они есть, мы никогда не делаем их лимфодисекцию, но тем не менее, вот они есть, их хорошо видно. Перфорантные лимфатические протоки. И анатомия лимфатической системы верхней руки. Собственно, вот находится поверхностная система лимфатических коллекторов, при пересечении которых во время нашей акселярного клиренса, то есть акселярной лимфодисекции, возникает вот эта вещь, приводит к развитию лимфодемы. Вот здесь очень четко все это видно. Значит, для того, чтобы понять характер развития лимфодемы, нам надо увидеть и понимать уровень блока, на каком уровне находится блок и что явилось причиной развития лимфодемы. Для этого нам нужна диагностика. Я сейчас буду говорить только об инструментальных методах исследования. ICG-лимфография, лимфосинтиграфия, MRT-лимфография и КТ-ангиография. И сейчас кратко о каждом из них. Самое главное, то есть то, без чего невозможно хирургическим способом решать эту проблему, это необходимо увидеть лимфатические протоки. То есть, что нам даст возможность, какой девайс нам даст возможность их увидеть. Этот девайс называется ICG-камера. ICG – это аббревиатура, которая означает «индоцианин green», «индоцианин зеленый». Это простая инфракрасная камера, здесь ничего сложного нет. излучает длину волны в диапазоне 760-850 нм, которая отражается от контрастного вещества флуоресцентной молекулы, проходит через ICG-фильтр, отцифровывается изображение и выводится в онлайн-режиме на экран. Для этого нам нужен контрастное вещество. Вот оно. Очень все просто. Индоцианин зеленый, методика так и называется ICG. Это водорастворимый контраст, который используется на протяжении десятилетий для определения сердечного выброса функции печени. В офтальмологии широко его применяют. Он абсолютно нетоксичный, он гипоаллергенный. Изначально он использовался во время Второй мировой войны как краситель для фотопленки. В 1957 году он впервые опробован на человеке в клинике МИО. И в 1959 году он одобрен FDA. То есть это достаточно безопасная вещь. И вот как оно выглядит на самом деле, как работает эта методика. То есть этот контраст вводится подкожно во втором-четвертом межпальцевых промежутках. Он проникает в лимфатические поверхностные капилляры и протоки и распространяется. Вот четко видно, вот как на этой картинке четко видно, как распространяется этот контраст. И также четко видно, на каком уровне идет блок. Либо здесь, либо здесь, либо здесь. Без этой методики невозможно хирургическим способом решить данную проблему. При выполнении ICG-лимфографии существует классификация вторичной лимфодемы согласно характера Dermal Backflow. Вот эти две буквы DB означают Dermal Backflow. То есть чем выше стадия вторичной лимфодемы, то есть лимфа накапливается в подкожном жировой клетчатке, в межклеточном пространстве и осуществляет обратный ток. То есть она вот здесь накапливается и течет назад. И поэтому различают несколько стадий в зависимости от характера Dermal Backflow. То есть у нормального человека, у здорового, он линейный называется Dermal Backflow. То есть лимфа идет по лимфатическим коллекторам, проблем нет. В начальной стадии появляется в виде вспышек в межклеточном пространстве, и это уже можно визуализировать и регистрировать с помощью ICG технологий. На первой и второй стадии уже определяется в виде звездной пыли. Это уже процесс более запущенный и серьезный. И третья стадия – это диффузный Dermal Backflow. То есть когда уже лимфа полностью заполнила межклеточное пространство, нет функционирующих лимфатических протоков. Их здесь просто нет, они склерозированы. Здесь уже ничего не работает. Следующий метод обследования – наша МРТ-лимфография с контрастным усилением. Это нам помогает для хирургической навигации, для определения глубоких лимфатических протоков. Поскольку ICG технология служит для визуализации поверхностных лимфатической системы, то в комбинации в сочетании с МРТ-лимфографией мы четко можем увидеть, где находятся глубокие лимфатические коллекторы, какие из них функционируют, соотношение к нашим меткам, которые мы ставим, для последующей навигации. То есть для того, чтобы помочь нам отыскать этот функционирующий лимфатический проток. Лимфосентиография – использование радиофарм препарата для определения лимфоузлов функционирующих лимфатических протоков. Мы используем ее в предоперационном периоде, а также для оценки эффективности выполненной операции. Как вы видите на данном слайде, пациентки до операции не было, они визуализировали здесь лимфатические узлы и протоки. После операции уже есть функционирующий узел с протоком. КТ-ангиография нам нужна для визуализации лимфатических узлов с питающим сосудом. А также, если мы выполняем одномоментно-аутологичную реконструкцию, то, о чем Николай Федорович сказал, технология ТИБАР, то мы четко должны видеть проекцию выхода перфорантной артерии на кожу. Об этом чуть дальше. Поэтому современное лечение состоит из консервативного лечения и хирургического. Консервативное лечение обязательно должно предшествовать нашей операции и дополнять после операции наше лечение. Это все вы хорошо знаете. Мануальный компрессионный лимфодренаж, электростимуляция, магнитно-лазерная терапия, ЛФК, диета, медикаментозное лечение. Все это очень важно. Но сейчас есть разработаны определенные протоколы, даже некоторые авторские методики. Метод ГОДОЯ есть, который именно подготовка конечности к операции. За неделю до операции, за 5 дней до операции. И это все прописано, это не сложно. А вот с хирургическим лечением тут, конечно, сложнее. Существуют три основные методики хирургического лечения данной патологии. Это лимфовенозный анастомоз. Кашимотехника это может быть разное, но в приоритете трансфер аутологичных лимфоузлов, то есть перенос из донорской области своих собственных лимфоузлов в зону подмышечную область. Если мы говорим о пациентке с вторичной лимфодемой по поводу рака молочной железы. И вибролипосакции. Разработан определенный алгоритм выбора хирургической тактики и хирургического лечения на основании данных, полученных в результате ICG и МРТ-лимфографии, лимфосинтиографии. И здесь в зависимости, есть ли функционирующие лимфатические протоки или нет. Если они у нас есть и не было воздействия на подмышечной области, то есть не было лимфоденектомии, не было лучевой терапии, то достаточно выполнения лимфовенозного анастомоза. Если же было воздействие на подмышечной области, но была, допустим, органосохраняющая операция или мастектомия, если была органосохраняющая операция, необходимо комбинировать комбинировать перенос лимфоузлов с лимфовенозным анастомозом. Если было удаление молочной железы, предпочтительно ТИБАР-технология, Total Breast Anatomy Restoration, то есть перенос лимфоузлов с одномоментным восстановлением реконструкции молочной железы. Все эти методики сейчас дополняются липосакцией. То есть мы планируем сразу после лечения хирургического, через 6-8 месяцев, липосакцию пациентки. Если же у пациентки нет функционирующих лимфатических протоков, тогда редукционные хирургические методики, вибролипосакции и процедура Чарльза. В общем, все это подытожив, я понял, что нам нужна команда для того, чтобы это найти, нам нужно оборудование, высокотехнологичный микроскоп, это 50-кратное увеличение, потому что это не просто микрохирургия, это супермикрохирургия, диаметр лимфатического протока 0,4-0,6 мм, вот микрохирургический инструмент, которым мы пользуемся, и вот для сравнения человеческий волос, вы видите его толщину, и шовный материал, который мы используем, это нерассасывающийся нить нейлон, 12 нолей, 10 нолей. Ну вот, то есть невозможно ее увидеть и работать с этим материалом без микроскопа. То есть оборудование плюс ICG-камера, конечно. Что нам нужно для выполнения данной методики? Нам необходимо найти лимфатический поверхностный проток функционирующий и рядом расположенную вену, подкожную вену. Вроде бы ничего сложного, да? Но смысл этой методики и эффективность ее зависит от того, что лимфатических протоков много у каждого человека подкожных, но у пациентов со вторичной лимфидемой они все не функционируют. Нам необходимо найти именно тот, который функционирует. Что значит функционирующий лимфатический проток? Это проток, который выполняет вот такие вот движения, как насос, который качает эту лимфу и пытается ее протолкнуть по лимфатическому коллектору. Поскольку в состав стенки лимфатического протока входит гладкая мышечная мускулатура. И вот нам нужно найти этот функционирующий проток. Именно его нам нужно санастомозировать, то есть наложить соусти с рядом расположенной подкожной вены. То есть благодаря ICG технологии мы определяем уровень блока, мы видим какой лимфатический проток функциональный, мы доходим до уровня этого блока с помощью MRT лимфографии, ICG технологии, это все помогает нам в навигации, и накладываем соусти, то есть мы увеличиваем сброс ток лимфы в венозное русло. Анастомозы могут быть разные, конец в конец, конец в бок, с использованием каких-то стентов дополнительных. Вот так выглядит вид операционного поля, предоперационная разметка на основании MRT лимфографии и ICG лимфографии, которые мы делали пациентно до операции. И вид операционного поля, ну это без микроскопа, без увеличения, естественно там ничего не видно. Насколько нам наша камера позволяет, мы попытались приблизить для того, чтобы показать вам венозный вену, лимфатический проток. Ну здесь плохо, конечно, видно, но тем не менее смысл можно понять. Вот так вот это выглядит на самом деле, наложение лимфовенозного анастомоза. И плюс их хорошо видно, потому что мы их контрактируем с помощью индоцианина зеленого, и их реально видно, они вот зеленое контрастное вещество внутри. Вот так выглядит проверка проходимости лимфовенозного анастомоза. Это изображение идет через микроскоп, подключено к монитору и уже запись из монитора. Вот, это одна из основных методик. Вторая методика – это перенос аутологичных лимфатических узлов. Почему мы их переносим и что мы ожидаем от этой методики? Лимфоузлы обладают лимфоангиогенезом, то есть они прорастают своей собственной сетью лимфатических приколекторов, коллекторов капилляров. Что для этого достаточно? Для этого недостаточно перенести один изолированный лимфоузел. Нам надо перенести ткань, которая содержит подкожно-жировую клетчатку, которая содержит лимфатические узлы, которая содержит лимфатические коллекторы, желательно с кожей, и обеспечить хорошее питание, то есть обеспечить трофику этой клетчатки. И тогда в результате лимфоангиогенеза лимфатические узлы прорастают сначала эфферентными, потом уже эфферентным лимфатическим протоком. И, соответственно, увеличивается сброс лимфы, восстанавливается нормальный ток лимфы. Вот методика, которая называется Total Breast Anatomy Restoration, то есть восстановление, переноса аутологичных лимфоузлов с одномоментной реконструкцией диеп лоскутом. Что это означает? То есть мы берем в донорской области, в частности в правой паховой области, поверхностные лимфатические протоки, которые питаются, питание которых осуществляется за счет артерии вены суперфициал циркумфлекса илиак. Одномоментно с кожно-жировым лоскутом, питание которого осуществляется за счет deep inferior epigastric arteria. То есть это free flap, у нас реконструкция получается. И переносим ее в то место, где у нас удалена молочная железа, где у нас повреждена подмышечная область, и обеспечиваем питание трофику лимфатических узлов за счет анастомозирования сторокодорзальной системой, то есть либо артерия subscapularis, либо торокодорзальная артерия. Таким образом осуществляется питание лимфоузлов. А кожно-жировой лоскут мы осуществляем питание за счет наложения артерии артериального вены венозного анастомоза с интрамомарной артерией. Вот это и есть total breast anatomy restoration. Собственно, следующая методика, это редукционная методика вибролипосакция по технике Хаккан Бронсон, есть такой автор, наложение гемостатической манжеты, и это называется сухая вибролипосакция. Возвращаемся к нашему клиническому случаю. Пациентки была обследована по вышеуказанному протоколу, ей выбрана методика Total Breast Anatomy Restoration, и вы видите предоперационную разметку. Вот лимфоузлы, которые мы планируем выполнить, их забор с питающими сосудами, вот проекция выхода перфорантной артерии, глубокой эпигастральной нижней. Вот кадр из операционной, доктор Массия, это все на базе клиники Гарвис, все для этого есть. Операция 12 часов, но дело не в этом. Вот вид после операции. Это сразу после операции, еще никто никуда не ушел. Это вот сразу. Восстановили молочную железу, приятный бонус обдоминопластика, плоский живот, и на следующий день вид верхней конечности в перевязочной, и вид через 2 месяца. Мы получили редукцию, то есть уменьшение окружности верхней конечности на 24% в сравнении с начальным результатом. Вот вы можете видеть этот результат. Это прошло 4 месяца. Сохраняется отек в среднее нижнее третье предплечье и немножко кисти. Но у пациентки качество жизни не сравнить с предыдущей. То есть она говорит, я забыла о этих проблемах, о компрессионном белье, у меня нету этих лимфангитов постоянных. То есть качество жизни улучшилось в разы. Это частный случай, который был нами выполнен. И теперь мы дальше думаем, что делать, как решать эту проблему в целом. То есть нам нужна профилактика. В контексте нашей сегодняшней конференции профилактика данных состояний является биопсия сторожевого лимфоузла для уменьшения процента выполнения акселярного клиренса, то есть лимфодисекции, лимфоденектомии подмышечной. Поскольку, соответственно, если меньше интервенции в этой области, меньше риск развития лимфодемы. Как это можно сделать? Это можно сделать с помощью биопсии сторожевого лимфоузла. Что такое сторожевой лимфоузел, все знают. В нашей стране возможно выполнение биопсии сторожевого лимфоузла с помощью гамма-датчика. Это известная технология, методика, вводится радиоактивный технецей, и потом делается эксцезия этого лимфоузла. Но также, это очень трудоемкий процесс, но также можно делать эту биопсию сторожевого лимфоузла с помощью ICG-технологий. То, что мы сейчас, собственно, и делаем. Это очень просто, несложно. Вводится тот же индоцианин, вводится субореолярно, берется ICG-камера, регистрируется по ходу лимфатического протока, мы находим, делаем эксцезию, открываем кожный покров, достаем этот лимфоузел, отдаем морфологам, они смотрят и дают нам заключение. Все очень просто. И в зависимости от этого мы дальше принимаем решение, делать нам лимфоденектомию или не делать. Соответственно, мы уменьшаем риск развития лимфодемы. Поэтому выводы следующие. Приоритет лечения данной патологии направлен на улучшение качества жизни пациентов. Необходимо развивать микрохирургические технологии для достижения долгосрочных результатов. Выполнение биопсии сторожо-лимфоузла при раке молочной железы позволит сократить число вторичной лимфодемы. И мы имеем достаточно знаний, навыков и технологий для решения данной проблемы. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова